Собор Парижской Богоматери Нотр-Дам де Пари или Собор Парижской Богоматери Величественное такое здание Я нахожусь на набережной Сены Только что тут был местный житель Почему Нотр-Дам де Пари строился примерно 800 лет По одной из версий все очень просто Вот эта лавочка Как вы видите лавочка из мрамора Причем цельный кусок А Нотр-Дам де Пари строился из вот такого камня По версии местного жителя здесь просто отдыхали Ну сегодня бы их назвали прорабами И наблюдали за строительством Так как там наверху достаточно сильный порывистый ветер А здание где-то выше больше 400 ступеней В периодически видимо рабочих сдувало Ну они смотрели и нехотя заменяли их новыми Потому что реально очень страшно Если вы видите там наверху Там есть люди Это достаточно Сложное занятие строительство Такого монументального сооружения Как Нотр-Дам де Пари Но порывистый ветер С которым я столкнулся на обзорной площадке Этого сооружения Далеко не единственная проблема Для строителей Теоретически они могли дожить Те кто начинал строительство Нотр-Дам де Пари Могли дожить до завершения его Потому как в то время Все таки воздух был чистый Вода была чистая Земли были чистые Без пестицидов Япицидов Прочей гадости Которую современный человек И вообще за свою цивилизацию Додумался вкладывать в окружающую себя среду Продукты питания По определению Были полезными Здоровыми Ну правда до того момента Пока они начинали портиться Ведь все таки основной враг Человека во все времена Это не войны Это просто банальные микробы Которые так или иначе Стоят в конце пищевой цепочки И не важно Это царство растений Либо животных Утилизировать Органические отходы Для того чтобы они Вошли в новый цикл развития Могут микроорганизмы Это пожалуй Самая большая опасность была В то время Для строителей Нотр-Дам де Пари Чтобы все таки не дожить До окончания строительства Современному человеку повезло больше Мы знаем об этом уже Значительно больше И самый простой И единственный Фактически для человека Способ Сделать продукты питания Безопасными Это все таки Тепловая обработка Которая позволяет Уничтожить бактерий В продуктах питания И не допустить Пищевое отравление Потому что от пищевых отравлений Погибло значительно больше людей Чем во всех войнах Вместе взятых И они погибают Постоянно Те кто не знают Как правильно обрабатывать пищу Ведь для здоровья Мало знать Что вам нужно Определенное количество воды Воздуха Продуктов питания Они все должны быть По определению Все входящие в ваш организм Компоненты По определению Должны быть еще Безопасны В микробиологическом отношении И самый простой способ У животных Это жевание Да У них во рту Есть лизоцин Который способен Уничтожать бактерии И когда говорят Что ни одно животное Кроме людей Не способно Не додумывать До тепловой обработки пищи Я вам скажу Еще и другой момент Ни одно животное Практически Кроме людей Не додумалось До того Чтобы мыть пищу Перед тем как употреблять Очищать ее От загрязненных Землей компонентов Все животные Едят Употребляют пищу Как есть Я не видел корову Которая на лугу Пасется только После хорошего дождя Которая смывает Пыль и грязь С травы И теперь она может Ее использовать К своему удовольствию Корова ест На лугу Траву как есть Даже наши Ну как бы по Дарвину Близкие Родственники Обезьянки Тоже не моют Пищу Перед тем как употребить Просто Количество лизоцима В слюне У животных Значительно выше Чем у человека Животные могут С помощью лизоцима Дезинфицировать Пищу Человек ее может Только об слюняют На мочи И не более того Более того Есть еще один момент Животные Практически Употребляя Растительную Пищу Перемалывают В однородную Массу Многие люди Нарушают Древнее Изречение Мудрецов Что твердую Пищу Нужно пить А жидкую Жевать Да Это один из способов Улучшить Переваривание Пищи Но увы Он явно Недостаточен Для дезинфекции На моем канале Много разных мифов Которые Перестают Быть мифами Когда вы понимаете Суть Ситуации Несколько сотен Видео Про правильное питание Употребление воды Дыхание А также Двигательную активность Которая позволяет Распределить Все эти компоненты Равномерно По вашему организму Главное Чтобы она не была Чрезмерной И на этом фоне Мозг Будет великолепно Работать И оптимизировать Работу Всего организма В этом случае Вы попадаете На простую ситуацию Под названием Здоровый образ жизни С помощью которого Вы можете Легко и просто И улучшить Качество жизни И достичь активного Долголетия И пока вы думаете Ставить лайк Или не ставить На это видео Отправлять его Своим друзьям Знакомым Родственникам Я с привычным Подписчиком Крепкого вам здоровья И разумного К нему отношения Подумаю Какое еще видео Написать На эту тему Для вас До новых встреч На моем канале